Тихо. Так, у меня на всю. Если у кого тихо, либо наушники одевайте, либо внизу бегунок есть под чатом. Там нужно по максимуму прибавить. Но постараюсь погромче говорить, как это возможно. Представлюсь. Меня зовут Кирилл Чива Юлия. Я менеджер 9%. Всем спасибо, кто пришел послушать. Надеюсь, вам понравится и будет полезен мой вебинар. Работаю в Инстаграм. С чего начинать? Как найти людей? Что писать? Как писать? Мы работаем без нарушений. По уставу компании нам запрещено регистрировать действующих консультантов и ближайших родственников. То есть, если человек вам написал, что он консультант, либо мама его консультант, либо папа, то вы говорите человеку, что он не может зарегистрироваться, и мы с ним прощаемся и идем. И идем искать следующих своих людей. Дальше. Приложение Инстаграм. Вообще, изначально делалось для гаджетов с операционной системой. ICO. Это айпады, айфоны, айпеды. На данный момент времени такие, как телефоны HTC, Samsung, Sony, LG. Также могут быть полноправными пользователями Инстаграма, потому что они все на платформе Андроида. И также у нее и существует официальное Инстаграм и приложение для технической операционной системы Windows. И поэтому, кто пользуется телефоном Nokia, есть прототип Инстаграма, не программ, но вот пишут то, что у него ограниченные функции и полностью как Инстаграм пользоваться нельзя. Значит, с чего мы начинаем. Как можно скачать? Скачиваем Инстаграм, чтобы увидеть вообще, возможно ли скачать или нет. Я заходила на сайт официальный инстаграм.ру, и там в верхнем углу будет кнопочка «Скачать». У меня все на максимум стоит. У меня все стоит на максимум. Слышно, не слышно? Да, давайте определимся, а то я сейчас половину все прослушаю. Хорошо слышно, нормально, не слышно. У кого не слышно, попробуйте одеть наушники. Либо прямо на панели у вас на компьютере в правом нижнем углу динамик. Он может быть на минимум у вас. Все, хорошо. Отлично. Так, дальше. И когда вы нажали на кнопку «Скачать», у вас сразу вылазит табличка, где «Выполнить действие с помощью». И предлагает вариант, с помощью которых вы можете выполнить это действие. То есть обычно, вот у меня телефон Samsung, и я с Play Market качаю все программы, они сертифицированы. То есть вы точно вирусы не поймаете и будете пользоваться в полной мере. То есть, ну точно скачается у вас. Нажимаете на Play Market, у вас вылезет вот на левой картинке табличка, Instagram будет написан, и написано «Узновить». Вы нажимаете на эту кнопку, у вас скачивается все, вы открываете. Сейчас, Надежда, с компьютером можно, сейчас я попозже расскажу. И нажимаете на «Открыть». У вас открывается Instagram и предлагает зарегистрироваться. Либо можно войти через Facebook. Но я обычно регистрируюсь при помощи электронного адреса или номера телефона. То есть электронный адрес, Gmail, например, вы ввели. Нажимаете «Далее». Вам потом на почту придет подтверждение. Когда вы нажали «Далее», тут у вас основные данные. То есть имя пользователя – это будет ник, под которым вас будут видеть в Instagram. Имя, фамилия не обязательно. Но если я ввела, то он ниже мне, ник предлагает, каким я могу воспользоваться, который свободен. Я его выбираю. Также ввожу пароль, придумывая сама. На всех аккаунтах стараюсь одинаковую пароль. Потому что и, конечно, записывать в блокнот, и везде записывать. Потому что все это запомнить невозможно. Все, вы это все ввели. Нажимаете опять кнопку «Далее». Дальше. Вы можете подключить друзей ВКонтакте. У вас вылезет табличка «Подключитесь ВКонтакте». Либо можно пропустить. Вы не хотите, чтобы у вас друзья из ВКонтакте были здесь. Но так как я хочу привязать страничку, это намного лучше. То есть советую сразу привязывать страничку ВКонтакте и к Фейсбуку. Потому что когда вы будете делать фотографии и в Инстаграме выкладываете фотографии, они также у вас будут выкладываться ВКонтакте и Фейсбуке. То есть у вас Инстаграм предлагает войти именно ВКонтакт в тот, в котором вы хотите, в котором будут все вот это отображаться. Вводите телефон, пароль. Ну, все как в обычном ВКонтакте. Все. И вам предлагают, вот у меня написали, что 17 из ваших друзей ВКонтакте есть в Инстаграме. Вы можете подписаться сразу на всех. Да, там Твиттер и еще всякие можно. А вы, я нажала «Подписаться на всех» и написала «Далее». Вот у меня получилось, вот 15 человек, это те, на которых я подписалась. То есть тут будут все ваши подписки, то есть люди, на которых подписались вы. Левее, подписчики, где пока Нолик, там будут люди, которые будут подписываться на вас. И еще левее Нолик, публикации. Это картинки, фотографии, там видео, то есть все, что вы будете опубликовывать, там будут ваши публикации. То есть, соответственно, чем больше у вас будет публикаций, тем людям будет также интереснее смотреть ваши страницы и, может быть, что-то их заинтересует. Дальше. Можно отредактировать свой профиль. То есть вы нажимаете «Редактировать свой профиль», вводите данные. То есть, например, если вам надо либо ник поменять, либо еще что-то. Третьей строкой я ввела сайт, на который люди могут заходить. То есть там тоже у меня есть для регистрации форма. Также, если они пройдут по этой ссылке, у них она откроется в другой кладке, на это все я проверяла, на телефоне все спокойно открывается, все просматривается. Главное тоже настройки на сайте мы с вами сделаем, чтобы в мобильной версии все это было видно. Вот, соответственно, приветствие и уже там что-то еще вы хотите добавить номер телефона, еще где. Вот в кавычках пишут, вот я всем привет, я приглашаю в свою команду, там можно писать любой текст, но короткий, как можно короче, потому что он большие тексты не дает писать. То есть вкратце самое основное написали, все, все понятно будет. Спасибо. 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 Спасибо.